Хозяйство Царевич под городом Будва на самом берегу моря. Симпатичная ферма, натуральные продукты. Монголицы. Единственная в мире порода кудрявых свиней. Посмотрите, какие красотки. Владелец фермы Марка Царевич. Да, на фермера не очень похож. Царевич действительно немного царствует. Он мэр города Будвы. Я считаю, продукты с моей фермой вообще самые лучшие в Черногории. Нетронутая природа, считай, домашнее производство. Овощи, фрукты, разные сыры, мясо, пршут, колбаски и даже бекон из манголиц. Полетай. Последуем доброму совету. Немного теории. Сегодня с настоящим профессором. Да, да. Богдан – профессор гастрономии из Университета Антарио. Господин профессор, у вас тут очень много разных животных и растений. У нас царство хорошей еды. А для этого требуются отборные продукты. Поэтому мы сами разводим животных, кормим их наилучшим образом. И получается то, что вы видите на столе. Козы – породы альпин. Коровы – коричневая швейцарская. Но звезды, безусловно, манголиц. У нас здоровый климат, здоровая вода, воздух. Черногория делится на три части. На севере – добрая трава и ягнятина. В средней части – в Скадарском озере – отличная пресноводная рыба. А у нас – морское побережье. Морепродукты. И мы все выращиваем, храним и обрабатываем наилучшим образом. Получается, кухня из лучших в Европе, как я считаю. Хорошо. Расскажите, что у нас здесь есть? Наши оливки. Дальше сыры. А можно я попробую? Потому что я, знаете, тоже своего рода ученый. Но я совмещаю теорию и практику. И я. Итак, оливки хороши. Климат им очень подходит. Овечий, козий сыр по бабкиным рецептам. А это пршут из манголицы. Это двухлетний пршут. А каракама сами солим и коптим. Приятно посмотреть, как вы едите. Ну, у меня, можно сказать, талант. Знаете, господин профессор, я очень рад, что в сегодняшней лекции именно мне досталась практическая часть. Поэтому я съем сыр. Браво. По науке этот сыр надо бы полить оливковым маслом. Если еще с розмарином, эффект исключительный. Вот это объект, я понимаю. Могу я записаться на ваш курс? Конечно. Будете студентом-дегустатором. Вы видите, какая прекрасная вещь. Высшее образование. Да, лекции профессора Красмановича я бы посетил с удовольствием. Профессор, раз мы так мило общаемся, может быть, поставите зачетико. Ну, поставьте, пожалуйста. Ну, сколько я к вам хожу? Ну, сколько можно? Ну, поставьте. Зайцев, что нужно сделать с вареной картошкой? Так, картошку сварен. Надо посолить. Посолить. Зайцев. Ну, я прошу, ну, я прошу, что вам было сказано. Черканите, черканите. Так и быть. Спасибо. Зайцев. Спасибо, спасибо. Спасибо. Спасибо, господин профессор. Я просто... Я вас очень уважаю. Лично мне черногорская кухня показалась весьма разнообразной. Судите сами. В царевичах готовят сытную традиционную еду. И кто готовит? Сыр Джон Зорич по прозвищу Мрвитца. То есть, крошка. Ну да, конечно, конечно. Вообще-то, мне в армии давали две пайки масла за рост. А некоторым, кажется, давали целый килограмм. А почему вы тогда Мрвитца? Я крошка, потому что маленький, вероятно. Да, хорошо. Если вы Мрвитца, то я тогда вообще молекула. Но не приходится сомневаться, что здесь отлично кормят. Обильно и согласно обычаю. Как говорил Валерий. Я люблю стряпать черногорскую еду. Со специями, в глиняной посуде. Домашнее сало, картофель, свинину и телятину. И чтобы хлеб домашний был. Это кулинарные традиции побережья. Наша кухня. И нет никаких сомнений в том, что она очень калорийная. В смысле... В смысле от нее люди, как бы это сказать, идут в рост. Расскажите, пожалуйста, что это за прелесть? Вот такую посуду я люблю. Сач. Берешь особенное домашнее сало, лучок, картошку. Смотри, какая. Паприку, мясо с нашей фермы. Попробуй. И я с тобой. Небольшие тарелки мы с крошкой называем их блюдцами. Картошка прям, знаете, пропиталась соусом. И она просто восхитительна. О, мясо, мясо, мясо. Отличное мясо. У нас полный цикл. От фермы и до кухни. Когда видишь такое блюдо, начинаешь понимать истинное значение слова гармония. Пора наконец узнать, почему все без ума от манголиц. Манголицы кудрявые, они питаются только натуральным кормом, зерном и тем, что сами выкапывают. Это ваша обычная порция, как я понимаю. Да. Смотри, домашняя. Без всяких комбикормов и добавок. Только кукуруза, пшеница, корни, клевер, всякие травы. А какой аромат? Знаете, если бы выпускался одеколон с таким ароматом, я бы немедленно... Мясо особенное с жирком. Эти свиньи медленнее растут, потому что двигаются и часть еды сами добывают. Но зато качество. Ну, в целом, знаете, какая тут еда? Мне кажется, я уже прибавил пару сантиметров. Нет? Определенно. Да, вот видите. Я еще картошечки возьму. Конечно. И печеные есть, и вареные. Чувствую, мы здесь проведем немало времени, потому что я не уйду, пока не съем все до крошки. Какой великолепный пир. Конечно, такая еда дает привес. Но тут уж каждый выбирает сам. Или филе, или дефиле. Спасибо вам огромное за рассказ и за угощение. Драгом, я... Кошка, не напусти трубышку, господи. Не стыдно, а?